Мама рожала очень тяжело, через кесарое сечение, у меня было 4 клинических смерти, еле-еле выходили, я родилась 600 грамм и 27 сантиметров недоношенная, все мамины сбережения были потрачены на мое лечение, как говорится, о жилье каком-то другом не было и речи, там, как вам объяснить, все деньги шли на меня, чтобы я не оказалась в инвалидном кресле. Поэтому так получилось в жизни, мы оказались такой, даже квартирой это назвать сложно, хибарой. В 2002 году моя мама рискнула вступить в новостройку, а на улице Мария Ульяновна до 39, квартира 20, в итоге все, стройка заморозилась и никакой квартиры, ни ключей, вообще ничего. Нас, грубо говоря, бросили. Были суды, были протоколы, все документы я как бы нашла. В общей сложности я точно не помню, вроде там 120 или 150 тысяч, но по тем временам можно было, если моя мама, как говорится, не сглупила, такую ерунду не сделала, можно было купить на эти деньги хотя бы однушку в комнате. У меня родился ребенок 22 марта, его из-за жилищных условий, что здесь невозможно проживать с грудным ребенком, и холодный потолок там проваливается, и стена скоро подет, ее забрали временно в теремок, меня никто не лишает, никто даже не ограничивает, все дело в жилье. Как у меня жилье появится, мне ребенка сразу отдадут. А зимой какая температура у вас? Минусовая, как и на улице практически. Вы в одежде ходите? Конечно, в одежде. То есть обогреватель один не помогает, и газ? Не помогает, зимой нет, а весной, осенью более-менее. Парк, 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 парк! Субтитры сделал DimaTorzok